В наших прошлых выпусках мы не раз рассказывали о конфликтной ситуации, которая сложилась в Заволжском районе Твери на улице Заречной, где возводится жилой дом на берегу речки Соменки. Жители нескольких домов крайне недовольны тем, что многотонные грузовики со строительными материалами ездят через дворы их многоэтажек, создают шум и портят дорожное покрытие. Прийти к какому-то обоюдно приемлемому решению сторонам не удалось. Граждане обращались в самые разные органы власти, в том числе правоохранительные, а также коммунальные службы. Но решения своего вопроса не добились. Тогда они направили коллективное письмо своему народному избраннику федерального уровня. И депутат Госдумы Владимир Васильев выделил время. Он прибыл на встречу с участием всех сторон конфликта. О том, как она прошла и чем увенчалась, в нашем следующем сюжете. Возведение этого дома с романтичным названием «Весна на Заречной» шло своим чередом, без каких бы то ни было проблем, пока не возникло некое обстоятельство, которое сильно осложнило жизнь и застройщикам, и жителям, расположенного поблизости микрорайона. Весной нынешнего года во время паводка забилось русло речушки Соменко под насыпным мостиком в районе улицы Румянцево. Надо отдать должное Тверскому водоканалу, который оперативно приступил к полной замене отслужившего свой срок коллектора. Вот только, как говорится в известной поговорке, с водой выплеснули младенца. В ходе проведения строительных работ в том районе был демонтирован тот самый насыпной мост через реку Соменко, что сделало невозможным как подвоз материалов на стройплощадку к дому на Заречной, так и проезд, например, пожарной техники или скорой к дому номер 80 по улице Соменко. Не говоря уже о проезде и проходе жителей Завожья, которые активно многие годы пользовались насыпной переправой. Она, кстати, по документам ни за кем не числится, и вообще ее вроде бы как и вовсе нет. В результате бетоновозы, грузовики и тракторы вынуждены поехали на стройку через дворы жилого массива, что, ожидаемо, не сильно обрадовало горожан, некоторые из которых даже прибегали к довольно радикальным методам протеста. Не пущу. Я лежу. Все. При этом представители застройщика не раз встречались с протестующими активистами. Приносили извинения за доставляемые неудобства. Простили войти в их положение. Обещали минимизировать количество рисов и компенсировать ущерб. Но компромисса достичь не удавалось. Три-четыре недели постараемся. Нет, видите, видите. Пожалуйста, не надо нападать, Александр Ильич. Не надо едать. Значит, завезете. До шестого июня. Сейчас вопрос не в том, кто прокричит какой срок. Это очень плохо, если мы будем давить. Хуже всего, поверьте, если вы скажете, не исполнили. Я понимаю. Я же вам сказал, я вначале согласен. Я вначале сказал три-четыре недели, потому что надо бы смотреть график. Берем на контроль, значит, это, считайте, уже все, разговоров нет. Мы фиксируем. Три-четыре недели. Это и стало причиной обращения к депутату Госдумы, который прибыл для решения вопроса. Владимир Васильев выслушал обе стороны конфликта и призвал их к поиску компромиссного решения. Очень сложная ситуация. Очень сложная ситуация. Симпроизм. Но мы можем ее пройти с наименьшими издержками для тех, кто живет. И даже еще продумать можем, что компенсировать эти ситуации. Трудности. Так делают обычные люди. Тем временем замена канализационного коллектора водоканала в районе демонтированного моста завершилась. И, казалось бы, теперь можно наконец-то восстановить насыпь и заодно прежнюю схему подвоза стройматериалов, которая устраивала всех, что дало бы возможность снять все проблемы. А также примирить и жителей, и строителей. Но руководство водоканала почему-то приняло решение не восстанавливать разрытую ими переправу в прежнем виде, а сделать ее уже. Депутат городской думы по седьмому округу Дмитрий Нечаев, на территории которого разворачиваются события, по просьбе избирателей несколько раз обращался в эту коммунальную структуру. В итоге получил вот такой ответ. Восстановление переезда через реку Соменко возможно только для перехода жителей и проезда негабаритного легкового автотранспорта через реку Соменко. Обоснование такого решения от водоканала не последовало. Равно как и ответы на вопрос, каким образом, например, к отрезанному теперь от дорог дому на улице Соменко, в случае что, будет проезжать пожарная машина. Депутат Невчаев обратился даже к главе Твери. И Алексей Огоньков согласился с необходимостью восстановления проезда для техники хотя бы на время строительства. Но работники водоканала, тем не менее, буквально на днях сузили насыпь и начали укладывать на неё плиты, по которым вряд ли сможет проехать что-то крупнее легковушки. Стоит отметить, что застройщик предлагал за свой счёт выполнить усиление конструкции насыпи, чтобы она могла выдержать неинтенсивный проезд грузового транспорта. Но эти инициативы не были приняты. Промежуточным итогом встречи жителей Заречной с депутатом Госдумы Владимиром Васильевым стали достигнуты с помощью народного избранника договорённости о том, что строительная компания постарается в месячный срок закончить подвоз крупногабаритных материалов, минимизирует шум от техники, особенно в утренние часы, а также постарается учесть пожелания граждан относительно вариантов компенсации им причинённых неудобств. Ну а судьбу многострадального насыпного моста, по имеющейся у нас информации, при участии Владимира Васильева, возможно, будут решать уже на уровне главы региона. И мы расскажем вам о принятых решениях по защите интересов граждан.